Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на моё новое видео по игре Bass World. Совсем скоро для игры выйдет глобальное обновление с новым регионом Исландия. И мне, ребята, разработчики предоставили ранний доступ к этому самому обновлению. И сегодня я с вами хочу пройти первый сценарий под названием Гейзеры, который расположился в новом регионе. Но перед тем, как мы туда с вами отправимся, небольшая рекламная пауза. Хочу порекомендовать вам игровой канал Каспера. На этом канале вас будут ждать летсплеи, обзоры, стримы по различного рода играм, а также качественная картинка и качественный звук. Но также, что хочется отметить, автор канала обладает невероятной харизмой, что в наше время редкость. Если вы любите игры, то рекомендую перейти по ссылке в описании, подписаться на канал и передать ему привет от нашего канала. Итак, что у нас по сюжету? Сегодня утром произошло землетрясение, из-за которого значительно возросла активность гейзеров. Пока что никто не может точно сказать, когда их активность уменьшится. Также есть вероятность повторных подземных толчков. Вам нужно вернуть автобус с туристами в город, однако на пути располагается гейзерное поле. Будьте крайне осторожны, проезжая его. Ну хорошо, поехали. Что еще хочу сказать? Других вариантов как бы у нас нет. Будем пробираться на этом замечательном аналоге Mercedes-Benz Sprinter через вот эту замечательную, красивейшую дорогу. Мне уже видится то, что здесь, наверное, срезки какие-то есть, но в любом случае посмотрим. Посмотрим. Попытаюсь уже проехать, конечно, по официальному маршруту. Как бы не будем мы никуда сворачивать. Так, здравствуйте. Запускаемся. Так, это у нас дуделочка. Поехали. Здравствуйте, товарищи посужиры. Так, а где у нас открывается дверь? Я уж что-то не припомню. Джойстик один, это что за кнопка? Вот она, все, нашел. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Смотри, как будто мужик в очках, как будто беременный. У него пузо такое вперед вываливается. Угарный, чел, угарный. Так, так, все, выезжаем. Двери закрываются, маршрутка отправляется. Вау, какой пейзаж. Ну, больше, если честно, напоминает что-то такое. Урал, либо вот, да. Либо Алтай, быть может, даже так. Ну, мы выезжаем. Ух ты, здесь уже они прям бьют. Вау, какие просторы-то у нас впереди. Вот это крутец. Вот это крутец. Гейзеры у нас, вон, они пробиваются сквозь землю, но... Мы будем быстрее. Так, а здесь, как я полагаю, мы можем валить просто на все бабки. Но самое главное, не попасть под струю, что называется. Так, а вот они, эти гейзеры. И давай, Гаспалас, поехали! Давай, родной, давай, не подведи, давай! Ха-ха-ха! Вот это адреналин! Так, хорошо, хорошо. Прошли оптимизация, на самом деле, прям радует. Очень плавно все работает. Так, остановимся. Эх! Попали немного под струю. О-о-о-о! Прикинь, автобус, залило нам двигатель. А как могло двигатель залить, если мы стояли в буквально там стольких метрах, да, от этой самой струи? Сверху, что ли, как-то на нас попало? А как сверху может двигатель залить? Вот это интересный вопрос, очень сильно. Ладно, давайте, попытка номер два. Поехали, еще раз проедемся. Теперь я буду умнее, теперь я понимаю, как это работает. Если что, просто подальше будем вставать. Ну, как бы, да, типа, сверху, наверное, но тоже странно. Ну, реально странно. Как, типа, может сверху двигатель залить? Интересно. Дождь как-то идет, и не заливает же. А тут, в принципе-то, просто такая же с неба падающая вода, но да, в большом количестве. Ну и что? Как двигатель-то может залить в данной ситуации, вообще непонятно. Так, прорываемся, прорываемся. Газ в палас. Так, смотрим. Что у нас тут дальше? Тут гейзеры только что были, но мне кажется, как я сейчас подъеду... Да, они опять начинают вылазить. Так, аккуратно. Ух ты, ну да, разброс тут, конечно, устроим, амаджан. Давай, 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 поехали, поехали, поехали. Давай, 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 госполаз. О, давай, 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 давай. Успели, 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 успели. Прям вот просто только-только-только вышел с лужи, и сразу, короче, пошел дождь. Давай, газу до отказу. Так, сейчас прыскнет вот этот. Лучше, наверное, не соваться туда. Стоим пока здесь. Все, поехали. И тут резко налево. Оп-оп-оп, вот это мы в западне. Все нормально. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Да ну, е-мое, а как проезжать-то? Давай, окей. Давай просто вообще тогда, вот вообще в режиме газ в палас. Я реально не понимаю, каким образом тогда это надо проходить. Вот, я серьезно не понимаю. Почему меня заливает сверху? Я понимаю, если бы я на этот гейзер наехал сверху, ну, встал, и он у меня снизу бы бил в машину, ну, просто сверху падает вода. Какого хера нам не заливает двигатель? Это обычная вода, которая льется сверху. Пусть и в большом количестве. Камон! Такого не должно быть! Это неправильно! Ну, я воспринимаю это как вызов, а не как косяк. Так что поехали, ребята, давайте. На все бабки просто сейчас будем валить. Вообще без остановок каких-либо. Просто без остановки валим. Используем двигатель этого старого спринтера на полную катушку. Насколько это возможно вообще, в принципе. Наверное, на это и расчет. А я тут пытаюсь машину поберечь. Типа потихонечку поехать. Расчет-то, наверное, на то, чтобы просто валить и вообще не останавливаться. Я вообще в офиге! Как это проходить? Я не буду это вырезать, ребята. Я хочу это оставить. Я хочу, чтобы вы прочувствовали тот момент. Момент мучений. Момент возгорания, если хотите, одного места. Я хочу это пройти. И вот часа моя подляна, мы сейчас это все с вами проскочим. Это все мы с вами все равно рано или поздно проскочим. И по-любому где-то в самом-самом конце просто мы получим урон и обосремся. Вот это будет вообще прикол. Это будет такой прикол. А давай срежем вот здесь. Не будем проезжать. Сэкономим время. Так называемый кульдаун, который тут есть. Давай, 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 родной, давай. Еще на траву заезжаешь, машина прям так стопится резко. Вообще жесть. Он прям сразу в скорости теряет. Я даже тормоз-то не нажимаю. Так, ну здесь надо подождать. Ага, все, вот теперь едем. Когда разбрызгивание вот это уже пошло. Тогда можно проскакивать. Ну мы просто получается в ловушку какую-то заезжаем. Они и спереди, и сзади. И как бы непонятно, как в этой ситуации-то действовать вообще. Так, газу до отказу. Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Мерседес, давай. Так, сейчас этот трыскает. Сейчас он закончит трыскать. Все, поехали. Пропал гейзер. И сейчас он у меня прям вот в дороге, да? Давай, помчали. Поехали, поехали, поехали. Давай, 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 давай. Блин, ну тут прям этот вообще как-то я хз. Поехали. Да как это проходить Я не понимаю Как Боже мой Ёпар СТ Товарищи разработчики Я конечно понимаю Что ничто не должно Даваться легко И это круто На самом деле Что есть такие вызовы Но почему заливает двигатель Когда вода льется сверху Такого быть не должно Либо я Вообще не понимаю что это Как это Как двигатель заливает сверху Каким образом Его заливает сверху я не понимаю Как такое Случилось А как во время дождя машина то живет Это же тот же самый дождь Ну грубо говоря Та же самая вода Которая ну так же сверху падает Ну да Ее толкнуло Снизу из под земли вверх И просто она упала обратно на землю Это такая же вода Она ничем не отличается от дождя Который идет Как это происходит Как это происходит Ну-ка Поехали тут короче Ага Еще и невидимая стенка Еще и штраф Разработчики Не это самое Не дураки Молодцы Молодцы Пацаны Красава Все Это я тебе говорю Это Так это какая у нас там уже попытка по счету Шестая Либо седьмая Не ну Это Это вызов Это определенно вызов Я не знаю сколько я буду мучиться Ребята Я честно Я не знаю Ну 10 попыток давайте я себе дам Если с 10 попытки я не пройду То Ну я хз Надо будет тогда запускать реально стрим И мучиться Мучиться И еще раз мучиться Это как-то пройти На стриме я думаю Это будет гораздо веселее проходить Это просто Что-то с чем-то Это реально очень сложно Эй ты куда? Заглох Мерседес вообще каким-то хреном Все поехали Да смотри да Стенку невидимую там поставили Типа это Значит был расчет на таких Как я Хитрых чуваков Которые захотят там проехать Молодцы Молодцы Ладно Окей Поехали еще раз Я же все равно проеду Ну хотя бы мы сколько их уже проехали Ну до того поворота До той змейки Мы с вами доехали Это уже хорошо Да ну ептать Ну это блин Ну это блин почему когда сверху падает вода меня заливает это же бред но это бред это бред это бред это бред это бред это нужно фиксить это неправильно но это реально неправильно я не с я не спорю я не большой специалист в техническом плане но по логике по логике не должно такого быть что когда вода падает сверху заливает двигатель не должно такого быть как же она тогда живет когда дождь идет я не могу понять каким образом она выживает бедолага моя очень странно ладно давайте соберемся перестанем бомбить и попытаемся сейчас как-то тактику какую-то выработать надо конечно было и вырабатывать гораздо раньше но вот я понял сейчас вот он бьет 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 все пошло распыление можем проезжать когда уже сам гейзер кончился сейчас мы тот заодно проскочим просто они там прямо рядом друг с другом появляются эти гейзеры и там ну ты просто попадаешь реально в ловушку давай мерз газуем а давай 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 ну как ты медленно едешь так вот этот все проезжаем отлично 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 Этот, по идее, сейчас закончит бить Ага Едем, едем мы, едем в далекие края Так, вот тут надо подождать Тут надо подождать Поехали Давай, родной, давай, 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 давай Срезать я принципиально не буду Потому что хрен его знает Мало ли, там тоже какие-то невидимые стенки Так, отлично Отлично, отлично, отлично Проезжаем, проезжаем Проезжаем, проезжаем Давай, 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 давай Так, я предлагаю здесь отстояться Чтобы движок у нас воды немного отрыгнул взад. Так, тут сюда вообще куда-то. Охереть тут дорога. Так, ну прошли, прошли, прошли. А я могу карту посмотреть? Нет, не могу, да? А, не могу. Сколько ехать? Ну там, наверное, скорее всего просто уже чисто асфальт, я думаю. По которому мы доедем, я надеюсь, без каких-либо вообще абсолютно проблем. Так, аккуратно. Все, поехали, поехали, поехали. Распыление пошло, отлично. Разработчикам надо, знаете, что еще придумать? Миссию, короче, связанную с аэропортом. Все. Блядь. Это мучение. Это реально мучение. Так вот, надо придумать миссию с аэропортом, которая будет заключаться в том, что тебе надо по времени... Да ёптать, ну ты заведись. Что тебе надо будет успеть на отлетающий самолет, как, короче, в «Форсаже». Помните, в каком-то из «Форсажей»? Либо в каком-то из другом фильмов, неважно. Когда ты летишь просто, вот я не знаю, летишь как сумасшедшая, и тебе надо ворваться на борт самолета какого-нибудь, грузового транспортника, типа «Ела», да? И... Хе-хе-хе. И сзади тебя лава подступает, короче, или огонь, какой-нибудь стена просто конкретная. И до кучи, короче, ты везешь яйца, понял? То есть ты вот на каждом сиденье, у тебя стоит пачка яиц. И дорога вся ухабистая. Вот срака будет гореть у людей. Ой, будет гореть. Короче, ребята, я не знаю, как это проходить, честно признаться. Я сдаюсь. Вы можете считать то, что я слабак, вы можете считать то, что я ничего не умею, то, что я... ээээ... все, сдался, короче, я слабак и так далее. Ну, реально, эта жопа горит. Это просто невероятно. Это очень... эээ... странный режим. Я не понимаю, почему меня заливает сверху. Смотрите, какой прикол тут можно поставить. Вообще круто, да? Хе-хе-хе. Можно поставить кондиционер, занавески, флаги и тонировку. Прекрасно. А тут есть маршруты, кстати, смотрите. Городской, вулкан, кольцо, Торда... Торда... Тор... Дарсвейк, господи, и гейзеры. Ну, это вот тот маршрут, который мы ехали. Ну, давайте хотя бы городской выберем, просто посмотрим, как у нас выглядит город, что он на себя представляет. Немножечко по нему покатаемся, да? Ну, чтобы просто хоть было понятие того, что нас ждет. Как будто ядерный гриб какой-то. Хе-хе-хе. И так да, и вот это задание, мне кажется, с яйцами, пожаром-вулканом и уезжающим самолетом и ухабистой дорогой, ну, это да. Это, мне кажется, так сраку будет поджигать людям, что похлеще всяких онли апов, вот этих чуваков, которые там в этом самом, господи, залазят в кувшине на крышу. Жопу будет печь вообще прилично, мне кажется. Это прям будет просто мастхевная тема, так что дарю идею разработчикам. Посмотри, реально как будто солнца нет, хе-хе-хе, тучи висят и как будто ядерная зима наступила. Жесть, вообще. Сейчас прокатимся немножко по городочку, посмотрим просто как он сделан, но я думаю, да, нам надо будет определенно на стриме это запустить и попытаться этот сценарий пройти на стриме. Я думаю, это будет очень весело, тем более с вашей поддержкой да, мне кажется, получится. Мне кажется, у нас получится. Зарево такое прям, конечно, вообще, ну, типичный такой городок, невысокая, конечно, здесь застройка. Куда тут высокие застройки? Тут ветра, наверное, такие гуляют, что мама, не горюй. Ну, и есть, конечно же, заправка, на которую можно заехать, заправить с топливом, если вдруг у вас это топливо самое, закончилось. Оп. Ага. Отлично. Вы не можете заправляться на маршруте. Зашибись вообще, прекрасно. Если я обсохну, почему бы нет? В общем, господа мои хорошие, что я вам хочу сказать? Определенно, те, кто купил Bass World, у кого эта игра есть, я думаю, вам эти сценарии явно понравятся. Это не просто такая, знаешь, сел, да, я сейчас проеду, типа, туда-сюда, да, не, нифига подобного. В этой миссии, в этом регионе вы будете страдать, реально, вы будете страдать, у вас будет гореть пятая точка, и это весело, на самом деле, это реально круто, потому что все вот эти симуляторы, ну, они как бы, ты сел там, вот еще раз повторюсь, да, сидишь, балдеешь, кайфуешь, и все. А тут ты проверяешь себя, свой скилл, свое все, свое нутро, на предмет того, как ты можешь, вот, справиться, как ты можешь проехать. Я не справился, я это признаю, мне не стыдно это признать, я не справился, но я обязательно когда-нибудь возьму реванш у этого сценария, у этого региона, на стриме. Так что, ребята, если вам это видео понравилось, пусть оно, наверное, какое-то бестолковое получилось, но тем не менее, пожалуйста, поставьте ему лайк, помогите ему продвинуться в рекомендации, но обязательно подпишитесь на канал, дабы в будущем стрим по этой игре не пропустить. А на этой ноте я с вами прощаюсь, с твоими лучшими пожеланиями, пока-пока, и еще увидимся!